Почти 2 миллиарда плюсом. Доходы бюджета Барнаула в следующем году существенно вырастут. Это главный итог обсуждений и изменений ко второму чтению. Общегосударственные вопросы на 20,4 миллиона рублей. Национальная безопасность на 2,5 миллиона рублей. Национальная экономика 352,1 миллиона рублей. Большая часть расходов в социальная сфера. Так депутаты позаботились о росте зарплат бюджетников. Быстрее переезжать в нормальное жилье в следующем году должны жильцы аварийных домов. С новыми объемами в 2020 власти планируют расселить почти 600 человек. Правда, не все посчитали это достаточным. Но несмотря на это, не учтен ряд поправок. Это, извините, я частный сектор, о котором мы говорим, где дороги, освещение и прочие вещи. Переселение из ветхого аварийного тоже. И несмотря на принятие бюджета большинством, ЛДПР воздержались, коммунисты проголосовали против. Зато единогласное «за» повторялось следом 13 раз. 13 депутатов Гурдумы вновь неправильно или не точно заполнили доходные декларации. Звучали претензии прокурора, как правило, так. ПАО, банк ВТБ, была допущена ошибка предоставления сведений банкам. Счет банковской карты должен был быть закрыт. Незакрытые карты супругов или неполное сведение их доходов – еще один из вариантов нарушений. Их признали несущественными в Гурдуме еще до начала заседания. В итоге почти все делали с легким испугом. Две основные меры по представлению комиссии – это предупреждение части депутатов. И части депутатов – это, собственно говоря, мера более такая серьезная. Это запрет на исполнение обязанностей на постоянной основе, на исполнение, на срок полномочия депутата. Другими словами, им запретили занимать оплачиваемые должности в Гурдуме до конца этого созыва. Мера построже коснулась четырех народных избранников. Двое из них в списке нарушителей уже второй раз. Идросовцы Александр Ильсицын и Алексей Маликов. Еще одно мнение, прозвучавшее депутатов – заполнять документы о доходах внимательнее. Ведь неизвестно, к чему могут прийти декларационные рецидивисты. Анастасия Дороган, Илья Халяпин. День с толком.